На самом деле, те, кто работают в маркетинге, собираются работать в маркетинге, должны понимать, что у нас нет одного мира. И уж тем более мы не работаем в реальном мире. Мира на самом деле есть четыре. Самый маленький и неинтересный – это реальный мир. Вот написано, да кому он интересен. В нем есть на самом деле огромные экологические проблемы. На самом деле, нашей страной управляет толпа людей с совершенно непонятной мотивацией, с исключением все продать, с совершенно неясным образованием в реальном мире. На самом деле, в реальном мире мы спускаем в унитаз знания, возможности, у нас рушатся дома, происходит куча нехорошего. Но это реальный мир. Но он неинтересен. С точки зрения маркетологов, есть прекрасный, замечательный мир, который называется маркетинговая виртуальность. Это мир, в котором медвежатки там или кто там заворачивают шоколаду в гордку. Все что угодно там существует. Понимаете, там будущее уже сегодня, там в космос все летают уже, там достаточно купить одну бутылку какой-то, так сказать, жидкости для мытья чайников, заглянуть под крышечку и ты уже миллионер. Потому что в реальном мире курение вред. В маркетинговой виртуальности курение очень полезно, потому что оно меняет лидерские качества человека, человек сразу становится ковбоем моментально. Это здесь. Но, к сожалению, толпы маркетинговых, хотел сказать, идиотов, они не понимают, что этот мир существует только в их воображении и на бумаге. Маркетинговая реальность это то, где находимся с вами мы. Это вот приблизительно та картина, которая есть в нашей голове. Вот то на самом деле место, где происходят покупки, где происходит принятие решений. А вот это недавно появившееся понятие, до которого пока что маркетологи практически не знают, как добраться. Это виртуальный мир. Он вообще с вот этими мирами никак не связан. Они в нем просто не отражаются. Потому что если маркетинговая реальность это какое-то кривое зеркало, полупрозрачное, то этот мир немножко отражает реальный, так как нам хочется его отражать. Виртуальный мир у каждого существует свой. Кто-то у себя там в своем виртуальном мире, там в интернете, как он себя там представляет, да? Кто-то там суперзвезда, кто-то там композитор, да, в жизни дворник. Кто-то там, сказать, там хам, а в жизни интеллигентом, да? Как возьмем Артемий Лебедев, к примеру, да? Ну, то есть виртуальный мир у каждого свой. Добраться в этот мир маркетологам сегодня в принципе не дано. Хотя они искренне считают, что если они построят какую-то маркетинговую виртуальность, то она каким-то образом окажется здесь. Потом они не понимают, почему вложены миллионы долларов, да? Снято куча офигительного вирусного видео, там, да? Сделано там прям надстройка на надстройкой, суперпромо-сайты, игры, там, зарегистрируйся, получи, купи, обменяй и так далее, и тому подобное, да? Человек в свой мир берет что? В свой собственный мир. Только то, что он хочет туда брать. Вот в чем особенности виртуального мира. В него можно влезть, в виртуальное эго человека во второй линии, можно влезть только, если человек захочет сотворчествовать вместе с твоим продуктом. Если продукт станет частью его осознанного творчества, самореализации или развития. Сущностью современного маркетинга коммуникаций является тиражирование актуального, либо неактуального информационного сообщения на арендованных ресурсах. Это все, что мы делаем. Мы берем в аренду чужие ресурсы. Берем, даст Бог, важную информацию, обычную, неважную, и тиражируем, тиражируем, тиражируем. Платим как можно больше денег, чтобы она была везде, эта информация. Как можно больше этой информации. Можно разной. Если ты креативный, тогда она разная. Если ты шаблонный, тогда она одинаковая. Продуктивные, созидающие, производящие бизнесы. То есть некоторые фирмы, которые что-то придумали, полезное, важное, что-то хорошее делают у них, работают нормальные, адекватные люди. Они вкладывают свои честно заработанные деньги в рекламно-коммуникационную индустрию. Рекламно-коммуникационная индустрия производит, созидает творческий продукт. Они его делают. Новости, музыку, программы, события. Они вечеринки какие-то устроят, концерты. Создают звезд, а потом возят этих звезд с концертами. Для того, чтобы вы что? Взяли у них в аренду место рядом с этими звездами. Бюджет функционирования рекламно-коммуникационной индустрии вкладывается куда? Вообще всего функционирования. Всех телестудий, всех людей, всех камер, всех операторов, всех репетиционных точек, колонок, афиш, сами райдеров, выступлений, новостейщиков, актеров, дикторов. Куда вкладывается? Стоимость того продукта, который производит компания, которая пользуется услугами рекламно-коммуникационной индустрии. Принцип метамаркетинга. Метамаркетинг еще можно назвать не совсем правильно продуктивным маркетингом. Это концепция деятельности бизнеса, которая замещает традиционный маркетинг в условиях нерыночных смешанных информационно-товарных отношений. Метамаркетинг в условиях информационного общества нет не товарно-денежных отношений, а товарно-информационно-денежно-информационных отношений. Метамаркетинг заменяет собой, замещает то место, которое раньше в структуре бизнеса занимал маркетинг. Метамаркетинговая деятельность по определению может являться только продуктивной. Деятельность маркетолога арендовать или тиражировать. Ну, здесь деятельность маркетолога что-то создавать. Метамаркетолога что-то создавать. Конкретное, материальное либо нематериальное. Конкретное создавать. востребованные материальные либо нематериальные объекты. Задачей метамаркетинга является инициирование и управление резонансом в информационном пространстве. Метамаркетинговая деятельность может являться единственной коммерческой деятельностью успешного бизнеса. Помните, о чем мы говорили вначале? Если сложить все маркетинги вместе, у нас получится бизнес. То есть бизнес может существовать на том, что он продвигает себя, и результат его продвижения является товаром, за который платят деньги, который в свою очередь поддерживает существование этого бизнеса. Эта сентенция называется парадокс метамаркетинга. Непродуктивно. Рекламный ролик на ТВ. Почему непродуктивно? Потому что если там вообще был какой-то творческий аспект, какой-то креатив, то он занимает максимум 3% бюджета. Что можно сделать вместо этого? Можно сделать вирусное видео. Вот я сказал, можно сделать. Вы знаете, что произойдет в этот момент? Знаете, что уже узнали 30% всех самых продвинутых маркетологов страны? Что ты снимаешь вирусное видео, так, как обычно ролик на ТВ. Берешь 60 тысяч рублей. Берешь команду креативщиков. Снимаешь. И ролик никто не смотрит. Ну фигня ролик на самом деле. Вот тот ролик, который на Интере, ну, судя по рейтингам, вроде как все смотрят, запущенный на YouTube набирает 150 просмотров. Не смотрит его никто. Никто его, ну, не хотят люди, неинтересно. А почему неинтересно? Потому что всегда было неинтересно, ребят. Просто ты брал 800 тысяч, вкладывал их в Интер, его показывали. А сами люди не хотят его смотреть. Им даже вешают перед носом. Вот, смотри. Не, спасибо. Не хочу. О, прикол, да? И выясняется, что, оказывается, видео вирусное в нашей стране не умеет снимать вообще никто. А в России умеют две студии. Знаете, что делает наш доморощенный классический маркетолог в этой ситуации? Он платит за то, чтобы это видео смотрели в Интернете. Есть такие блогеры специальные. Они, может быть, у вас есть подписки в Live Journal, которые каждый день постят вкусную копипасту, сиськи и бугагашечки. Их очень многие любят читать, потому что они постят сиськи и бугагашечки. Каждый такой блогер берет где-то приблизительно 1000 долларов за то, чтобы запостить между своими сиськами и бугагашечками твой ролик. То есть, берем старые грабли и тащим их в новые экономические условия. Естественно, понятно, что как только ты перестаешь размещать между сиськами и бугагашечками, все, естественно, ролик уже опять никто не смотрит. Принципы метамаркетинга. Еще раз возвращаемся, да? Аренда, тиражирование, аутсорсинг творчества, присоединение к чужим творческим продуктам. Это неэффективное расходование средств. Компаниям нужны последователи, а не покупатели. Привлечь последователей можно только своими посылами и творчеством. Последователи. Чужое творчество привлекает последователей не к вашей компании, а к самому творчеству. Либо к тому, кто это творчество создал. Статьи, ролики, дизайны должны создавать люди из вашей компании. Если они не могут их создавать, тому есть две причины. Либо у вас работают полные бездри, либо ваша компания ничего из себя не представляет. Момент истины, на самом деле, это не крах. Это просто умирают те, кто ничего не представляет из себя. Те, кто в предыдущем мире, там, где, если вы еще не забыли, люди складывали на полочке все, что мы им предлагали, в себя в голове, да? Мы им на лопате, а они в голову. Мы им на лопате, а они в голову, да? Вот, сейчас, как только перестает этот прием работать, а он, ну, последние годы перестает работать, действительно, ты на лопате, а они туда, в шкафчик. Ты на лопате, а они в шкафчик. Так вот, с появлением шкафчиков начали резко вымирать компании, которые, на самом деле, ничего ценного не делали. Вы сейчас будете покупать неинновационный, неинтересный, ничем не примечательный чайник у конкретного бренда. У конкретного бренда не будете. Вы будете покупать его по цене. Потому что, когда ничего не отличается, когда ничего умного не произошло, ну, интересного, продуктивного, да, люди не различают и покупают то, где меньше всего цен. Самое главное, носителем коммуникации, если вы хотите получить все-таки успешную коммуникацию в изменившихся условиях, да, должен являться самостоятельный информационный продукт, имеющий самостоятельную ценность. Можно смело начинать учиться заново, причем еще и книжек нет. Многие традиционные инструменты, которые там давали эффективность, там, даже 5 лет назад, да, они сегодня эффективности не дают никакой. Попытки, попыткам транслировать опыт классического маркетинга в сферу, например, онлайн, да, которым занимаются сейчас многие люди, агентства и компании. Всем известно, что опыт провален. Сегодня почему половина людей никак не могут понять, что такое маркетинг, в общем? Почему нет единого определения на эту тему? Почему самое нормальное определение это Друкера, который говорит, что цель маркетинга, главная цель маркетинга, это сделать усилия по продажам ненужными. При этом оно все равно не говорит, что такое маркетинг. В чем дело? Сумма всех маркетингов сегодня в современном мире, это полная структура бизнеса. Вы должны сразу хорошо понимать, что если вы отдаете маркетинг на аутсорс, то вы отдаете на аутсорс бизнес. В современном бизнесе вы что-то одно из двух. Вы или инвестор, или создатель. Если вы создатель, то вам некогда отдыхать. Вы не можете никому ничего поручить. И честно вам признаюсь, как создатель, вся ваша жизнь сплошная каторга. Если вы инвестор, то вы не можете вмешиваться в процесс созидания. Без участия в маркетинге, без того, что маркетинг это вы, вы не владеете бизнесом. Вы владеете только деньгами этого бизнеса. Это типичная функция инвестора. Среднего не дано. То есть вы либо непосредственно порождаете функцию этого бизнеса, имеете самое прямое к ней отношение. Это ваша идеология, ваше видение и ваша повседневная работа. Либо вы должны стоять максимально далеко от всего, что в этом бизнесе хоть как-то касается функции созидания. Продолжение следует...